Наше поколение забыло, что именно Божие благословение принесло нам свободу и независимость. Поскольку мы забыли об этом, то не протестовали, когда имя Иисуса убирали из общественных мест, когда детей перестали учить вере в государственные школы. Мы согласились с этим, друзья, нет никакой свободы без Божьей истины. На этой земле нет ничего, чтобы призывало людей трудиться для общего блага. Только вмешательство Бога в человеческое сердце пишет для нас другое будущее. А в этом и заключается послание Церкви, которое мы называем Благой Вестью или Евангелием. А вот почему мы, сторонники Иисуса, и призываем других издаться Ему. Рад снова быть с вами. Мы продолжаем тему «Ангелы, демоны и вы». Она о духовных реалиях, влияющих на нашу жизнь. Сегодня очень важный урок. До этого мы говорили о том, как открыть свою жизнь для Духа Божьего, ангелов и всех тех сил, которые Бог предназначил в помощь нам. Сегодня мы рассмотрим царство тьмы. Важно понимать, как снизить влияние нечистых духов на нашу жизнь. Отмахиваться от них — такая же ерунда, как игнорировать, скажем, вирус. Нам нужен план, чтобы оставаться телесно, здоровыми. А также нам нужно понимание того, как оставаться здоровыми и чистыми духовно. А в этом суть данного урока. Хорошая новость состоит в том, что из-за креста, Иисуса Христа, неважно, что мы проходим, нам доступна сила, которая способна освободить нас от любого вмешательства сил тьмы. Берите Библию, блокнот, а самое главное — открывайте свое сердце. В Писании есть некоторые вещи, которые нам нужно принять в свое мышление. Это предостережение. Некоторые из них даны самим Иисусом, а другие представлены людьми Божьими разных времен и периодов. Начнем с Евангелия от Матфея, 23 главы. Иисус обращается к лидерам своего поколения. Это длинный отрывок. Я взял из него всего несколько фраз. Это был более жесткий разговор, чем показано в этих двух стихах. Задумайтесь. Иисус говорит, горе вам, слепые поводыри. Вы говорите, если кто поклянется храмом, это еще ничего не значит, но если кто поклянется золотом храма, то он связан своей клятвой. Вы слепые безумцы. Что важнее, золото или храм, осветивший золото? Мы можем ответить на этот вопрос. Думаю, храм важнее, чем его фурнитура. Важно ее делает то, что она находится в храме. Этими словами Иисус описывает лидеров того времени. Они имеют религиозные саны, но не стоит забывать, что они были политическими лидерами Израиля. А Иисус называет их слепыми поводырями и слепыми глупцами. Довольно жесткие слова. После этой речи ученики отвели его в сторону и спросили, «А ты в курсе, что ты их обидел?» «Представляете, спрашиваете Иисуса о том, понимает ли он свою аудиторию?» «Господь, разве ты этого не понял?» «Конечно же, понял. Лидеры так разозлились, что стали планировать его казнь». Я хочу показать вам то, что Иисус участвовал в событиях своего времени. Он пришел не с теоретической презентацией веры. Он говорил с людьми о том, что происходило в их мире. Он исцелял в субботу, понимая, что это вызовет волнение и колебания в устоях того времени. Они уже ждали, какое следующее правило он нарушит. Невозможно отделить послание Иисуса от событий, в которых он участвовал. Я говорю вам об этом, потому что мне кажется, что христиане в нашей стране никак не могут разобраться с тем, должна ли наша вера как-то влиять на окружающие нас события. Мы не можем капитулировать перед этими событиями, так как у нас есть библейский стандарт, которого мы придерживаемся. Но состояние нашего общества влияет на здоровье церкви. Церковь призвана быть солью и светом, а если мы будем изучать Библию, не обращая внимания на то, что происходит вокруг, то мы будем именно такими, как сказал Иисус, слепыми поводырями. Так у нас есть только теория, но нет понимания, как она действует в окружающем мире. Сейчас мы переживаем необычное время. Оно началось с пандемии из Ухани, но сейчас оно вышло далеко за рамки пандемии. Мы все еще сражаемся с влиянием этого вируса на нашу жизнь, и мы устали от этого. Но хорошая новость в том, что Бог вмешался и спас жизни сотни, тысячи людей, а также Он пытается разбудить свою церковь так, как никогда раньше. До ковида мы были счастливы, а все у нас шло гладко и хорошо. Дети ходили в школу, жизнь шла по плану, мы были довольны. Но затем Бог начал трясти нас понемногу, и все встало с ног на голову. Вначале говорили, просто посидите дома две недели. Случайно или намеренно, но это оказалось неправдой. Нам понадобилось больше двух недель, но путаница не закончилась. На этой неделе вы видели, как мы бросили своих граждан в Афганистане. Это беспрецедентный случай. Мы просто ушли не потому, что не было других вариантов, а потому что мы выбрали вариант бросить их там. Честно говоря, эта ситуация обеспокоила меня больше. Она вызвала во мне больше беспокойства и волнения, чем все новости о вирусе. К тому же наша страна отказалась взять на себя ответственность за происходящее. Все эти выступления на разных сценах, в разных организациях и учреждениях со словами о лучшей эвакуации в истории человечества. Если честно, меня это ужасает. Это заставило меня по-новому молиться. Только не думайте, что я говорю о каком-то конкретном человеке или партии. Все намного серьезнее. Сюда входят и многочисленные блокировки со стороны нашего правительства и госдепартаменты. Речь не просто об одном человеке. Не нужно злиться на одного человека. Все эти вещи демонстрируют сердце нашей нации, нашу суть. Вот что меня так беспокоит. Если нам не нравится наша реальность, мы выбираем просто не говорить о ней. Мы просто отворачиваемся и смотрим в другую сторону, а затем придумываем историю, которая нам больше нравится. Нам нужно изменить наши сердца. Дело не в тех, кого мы выбрали. Если бы у нас были другие сердца, мы бы выбрали других людей. Если бы у нас были другие сердца, мы бы не мирились с моральным разложением в правительстве. И эти же люди говорят нам, что у нас прекрасная экономика. Поэтому, надеюсь, вы понимаете, что в будущем можно полагаться только на Бога, как Иисус смотрел на свой мир и пытался привести его в соответствие с Библией. Так и церковь призвана делать то же самое. Это некомфортно, и многим из нас не хочется об этом думать. Нам хочется фокусироваться на том, что делаем мы, и представлять, что следующие выборы все исправят. Но это не так. Только измененные сердца могут что-то изменить. Спросите себя, готовы ли мы к возвращению Господа. Добавлю еще одно предостережение. История имеет значение. Мы учимся на хороших и на плохих примерах из нашей истории. Второзаконие 6.10. Это люди, которые сотни лет были рабами в Египте. И они ничего не знают и не помнят о свободе. Моисей приходит и говорит, собирайтесь, мы уходим. И после серии удивительных и сверхъестественных событий их отпускают на свободу. Они прошли через Красное море, пили воду из скалы в пустыне, ели пищу, данную Богом. И Моисей начинает инструктировать их. До этого они еще никогда не были отдельной страной или нацией. Они не знают, как жить автономно, поэтому Бог начинает учить их социальному порядку. Книги «Левит», числа и второзаконие окажутся нам нудными. Но там Бог устанавливает границы для своего народа. Вот как выглядит святость, вот как выглядит поклонение. Вам нужна скиния, священники. А еще от вас ожидается определенное поведение, потому что «Я – святой Бог». Это настолько удивительные труды, что они легли в основу западной цивилизации. И во второзаконии. Моисей рассказывает людям, что будет, когда они придут в землю обетованную, ради которой они и ушли из Египта. Он дает им некоторые инструкции. «Когда Господь, твой Бог, ведет тебя в ту землю, которую Он клялся дать твоим отцам, Аврааму, Исааку, Иакову, землю с большими, процветающими городами, которые ты не строил, домами, наполненными всяким добром, которые ты не собирал, колодцами, которые ты не копал, виноградниками и оливковыми рощами, которые ты не сажал, то, поев и насытившись, берегись, не забудь Господа, который вывел тебя из Египта, из земли рабством. Когда Бог благословит вас, и вы увидите, что будущее ваших детей и внуков в безопасности, не забывайте, что все это сделал для вас Бог. Если Он говорит об этом, то, значит, мы склонны забывать о том, что все это сделал Бог. И это видно из всей Библии, от бытия до откровения. Мы забываем, что Бог сделал для нас, нас заносит, но Бог по своей милости и благодати дисциплинирует нас и возвращает на место. Он говорит, не забывайте. Наше поколение забыло, что именно Божие благословение принесло нам свободу и независимость. Поскольку мы забыли об этом, то не протестовали, когда имя Иисуса убрали из общественных мест, когда детей перестали учить вере в государственных школах. Мы согласились на это. Друзья, нет никакой свободы без Божьей истины. На этой земле нет ничего, чтобы призывало людей трудиться для общего блага. Только вмешательство Бога в человеческое сердце пишет для нас другое будущее. А в этом и заключается послание Церкви, которое мы называем Благой Вестью или Евангелием. И вот почему мы, сторонники Иисуса, и призываем других сдаться Ему. Нам неловко слушать такое. Нам проще принять то, что проблема в силах тьмы или в политиках, которые вам не нравятся. Но правда в том, что проблема в слабости Церкви. И снова вопрос, готовы ли мы к возвращению Господа. Это третье предостережение. И находится оно во второзаконии также. Оно должно помочь Божьему народу подготовиться к тому, что ждет их впереди. Девятая, глава, четвертый стих. После того, как Господь твой Бог прогонит их от тебя, не говори себе, «За мою праведность Господь привел меня сюда, чтобы я овладел этой землей». Нет. Из-за нечестия этих народов Господь собирается прогнать их от тебя. Не за праведность и чистоту своего сердца ты идешь, чтобы овладеть их землей, а из-за нечестия этих народов. Господь твой Бог прогонит их от тебя, чтобы исполнить то, о чем он клялся твоим отцам. Итак, пойми, что не за твою праведность. Думаете, Моисей стал заговариваться? Или же все это сделано, потому что люди склонны забывать об этом? Трижды он говорит, «Не за вашу праведность, не потому что вы такие особенные». А в конце он добавляет, «Вы народ упрямый». Неплохая молитва для нас. Господь, мы народ упрямый, помоги нам. Господь, мы гордые и высокомерные. Мы решили, что сами всего добились. Мы так долго извинялись за тебя, что уже даже забыли, как отстаивать твою истину. Нас больше волновало принятие людей, чем твое одобрение. Прости нас, Господь. Друзья, все это не за нашу праведность. Не мы сделали себя свободными. Не мы могли сами прийти к тому, чтобы относиться к другим хорошо. Только сила Божия внутри нас могла побудить нас к такому. Мы живем в мире в полном волнении изменений, и из-за этого возникает напряжение. Откровение, вторая глава. Это книга из Нового Завета, и здесь мы видим обращение к церкви. А вот что я скажу против тебя. Ты терпишь женщину по имени Иезавель, которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение моих слуг и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесенную в жертву идолам. Это было написано к церкви. Вы миритесь с чем-то, и это приводит вас к разврату. Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. Поэтому я брошу ее на ложе, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли ее путем. Я поражу ее детей смертью, и все церкви узнают, что я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. Еще раз напоминаю, что это Новый Завет. Вы готовы к такому? Наша жизнь почитает Бога. Я знаю, что проповедую это правильным людям, потому что вы сейчас в церкви или слушаете эту проповедь у себя дома. Я понимаю, что вы желаете следовать за Богом. Если вы здесь, но все же меня беспокоит траектория церкви. Думаю, Бог дает нам в это время уникальную возможность привести все в соответствии с Его нормами. А начинается все с нашего сердца. Мы говорили о том, что сейчас происходит в нашем мире, потому что нам нужно помнить об этом, но настоящая проблема — это сердца людей Божьих. Если мы изменим наши сердца, то Бог ради нас сдвинет небо и землю. Это правда. Не злитесь на других. Не будьте полны ненависти к другим людям. Начните говорить Богу, «Господь, будь милостив ко мне, потому что я немного отвлекся. Я делал разные вещи, но больше всего я хочу почтить тебя своей жизнью. Я хочу любить тебя большим». И приведу вам небольшой пример. Я читаю много всего о церкви, потому что хочу быть в курсе того, что происходит с церковью в нашем мире. Если бы мне нужно было нарисовать образ церкви, то думаю, что последние десятилетия мы несли послание о том, что Бог любит всех. Но это не означает, что Богу нравится то, что все делают. А нам сложно было это понять. И мне кажется, что наше послание стало посланием инклюзивности, а еще и толерантности. Неважно, как ты себя ведешь, главное, чтобы ты в целом тянулся к Богу. И мне кажется, что наше послание стало таким же сильным и прямым, как аквапалка для бассейна. И это, я бы сказал, символ нашего благословения. Можете жить так, как вам захочется. Просто благословляю. Пусть Бог благословит вас. Благословляю вас. Не заморачивайтесь над тем, что Бог сказал о браке. Делайте все, что хотите. Пусть Бог благословит вас. И это довольно удобно, ведь так наш мир не развалился. И вам. Всех благословений. Что, смеетесь над ними, да? Сейчас и вас пойду благословлять. Ничего страшного, Бог же такой благой и милостивый. Да, давайте уберем имя Иисуса и заберем молитвы из школы. Благословляю вас. Да, мы больше не будем молиться в больницах, чтобы никто не подал на нас в суд. Благословляю. Нет, нет, мы больше не будем рассказывать детям в школе об Иисусе. Благословляю. А теперь самое ужасное обвинение для вас это то, что вы кого-то обидели, верно? Да. Боже упаси. А потом мы еще удивляемся, как мы дошли до такого. Теперь, чтобы допустить человека в детское служение, нужно проверить его прошлое. Наша аморальность и извращенность выросла до такого уровня, что даже для поклонения вместе нужно проверять личное дело человека. Пусть Бог вас благословит. Благословляю. Такую церковь вы знаете. Мне кажется, это было точное описание. Я не хочу, чтобы мы стали злыми, осуждающими, критикующими, но думаю, что нам нужно иметь больше уважения к истине Божьей, чем эта аквапалка. Надеюсь, я прав. Я не предлагаю вам стать злыми или жестокими, но не забывайте, что вас ждет встреча с судьей, и вас будут оценивать в соответствии не с вашим мнением, а с Божьей истиной. Я уверен, когда Бог говорил нам, что Бог говорит, «Не делай этого», он именно это имел в виду. Именно это. Да. Да. И я уверен, когда он говорил, «Сделайте это», то это не было просто предложение к рассмотрению. Если бы вы поговорили с Даниилом, который всю жизнь прожил рабом в Вавилоне за то, что его народ, народ Божий, соблюдал все праздники, ел правильную пищу, но их сердца были далеки от Бога. За это Даниил всю жизнь прожил в Вавилонском плену. Думаю, там он понял, что Бог дисциплинирует не аквапалкой. Да, мы должны любить грешников и думать о безбожниках. Мы должны помогать друг другу. Кстати, когда вы отходите от Божьей истины, и вам нужно вернуться обратно, то вам нужна сила Божья. То, за что можно крепко ухватиться и выплыть туда, куда нужно. Бог не будет восстанавливать вас аквапалкой. В такой момент вам нужна будет Его сила, власть и величие. И я в этом уверен. Опять же, не нужно ничего придумывать. Я не выступаю в поддержку насилия. Я лишь хочу сказать, что если вы представляете себе Бога как плюшевого мишку, вам нужно пересмотреть эту точку зрения. Вы готовы? Это важный вопрос. Что вы оправдываете? Ну, это просто блуд. Я знаю, что секс разрешен только после брака. Но брак – это всего лишь бумажка. Нет, это мнение Бога. Мы можем определять брак так, как нам захочется. Нет, Бог уже сделал это. Да, нам нужны и милость, и благодать. Мы можем проявлять сострадание к другим, потому что оно нужно нам самим, но мы не можем переписать Писание, потому что за это будут последствия. Нам может быть непросто. Друзья, я верю, что Господь возвращается, и я думаю, что Ему важно, что мы сделали. И в завершение я хотел бы помолиться с вами молитвой покаяния. Люди Божьи должны каяться лучше всех в мире. Мы не показываем пальцем на других, а говорим, «Господь, измени наше сердце. Отец, спасибо за Твое Слово, Его истинную силу. Мы приходим к Тебе в смирении и просим, покажи нам все, что отделяет нас от Тебя. Прости нас за нашу двойственность и безразличие. Мы выбираем Иисуса всей душой, всем сердцем и всем разумом. Аминь». Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. У нас есть новый инструмент наставничества, который укрепит вас. Он фокусируется на том, кто мы во Христе. Почему это так важно, особенно в это время? Мы разделились в стране и в цели Христовом, как никогда ранее. Мы расходимся в том, прививаться или нет, носить маску или нет. Мы разделяемся на основании своей расы, экономического статуса, динаминации. В этом нет ничего удивительного. Иисус сказал, что перед его возвращением будет беспрецедентное разделение и заблуждение. Мы видим, как эти вещи процветают. Мы должны понимать, где находится наш центр, наше основание. А это начинается с того, кто мы во Христе. Прежде всего, мы граждане Царства и слуги Царя Иисуса. Осознание того, кто вы во Христе, это начало всего, возьмите этот инструмент, откройте свои сердца, изучите его, и вы найдете основания, чтобы устоять в эти времена. Наши отношения с Иисусом определяют нашу жизнь. Когда мы принимаем Иисуса Господом, мы становимся полноценными. Нас принимают, любят. Мы избраны, праведны и свободны. Наша книга во Христе напоминает вам о том, кем вас называет Бог и поможет поделиться верой с другими. Она расскажет вам о многих преимуществах, доступных вам, как ребенку Божьему. Мы вышлим ее за ваш дар сегодня. Заказывайте книгу на нашем сайте или звоните по номеру, который вы видите на экране. 1-800-880-5102 Когда отношения с Иисусом становятся определяющим фактором нашей жизни, мы можем быть уверены в том, кто мы, во что верим и почему. Это позволяет нам лучше представлять Бога и Его Царство. Вместе мы меняем мир. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Алина с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алина Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Многие из вас лично посетили служение пастора Алина Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах. Времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алина и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!